Привет всем! Вы на канале Андре Серба. Сегодня я дам вам три упражнения для развития высокой певческой форматы. Еще раз повторюсь, как и в предыдущих уроках, я всегда повторяю, для тех, кто новенький, для тех, кто не знает, высокой певческой форматы это группа обертонов в пределах повышенной слуховой чувствительности человека. То есть от двух до, примерно до трех, до четырех тысяч герц. То есть это такие свистящие звуки, которые образуются у нас в голосе. Вот. И благодаря которой, да, благодаря которым, благодаря этим звукам наш голос приобретает полетность, металличность, звонкость, да, и, конечно, красоту, блеск. Вот. И прежде чем дать вам эти три упражнения, которые помогают образовать эту высокую певческую формату, которая у нас образуется в надсвязочной области, я подведу мысль. Известно, что головные резонаторы наши, а именно маска, да, та область лица, да, та область черепа, на которую раньше одевали маскарадную маску. Известно, что эта область наших резонаторов отвечает и резонирует именно на частоты высокой певческой форманты. И плюс еще немножко ниже. Например, еще носовые полости резонируют на частоты около тысячи герц, но в основном наша маска резонирует на частоты высокой певческой форманты. Около трех тысяч герц. И в то же время известно, что наш головной резонатор, да, головные резонаторы не являются источником звука, да. Источником звука являются исключительно наши истинные голосовые связки, да. А головные резонаторы только резонируют, только усиливают этот звук. Звук и обертоны, да, не только основной звук. какой-то определенный тон, но и обертоны, которые образуются в гортани, на уровне голосовых связок. Так вот, головные резонаторы усиливают именно обертоны, именно ту группу обертонов, которые входят в спектр высокой певческой форматы. Усиливают именно эти 3000 герц, именно этот свист усиливают. Например, основной тон они не усиливают. Пою я там, например, до большой октавы, основной тон, вот этот до, сколько там, 60 герц, они не усиливают. Он остается на уровне гортани, все сильнее он не становится. А именно 3000 герц, 3000 герц, да, примерно, плюс-минус, усиливают наша маска. Зная это, мы используем наши головные резонаторы с целью найти высокую певческую форманту в гортани. То есть, смотрите, сама высокая певческая форманта образуется у нас в гортани, только на уровне связок. То есть, связки создают определенный тон, обертоны, потом из этих обертонов, да, выделяется определенная группа обертонов, которая приобретает свою силу над связками истинными, да, в надсвязочной полости, именно вот в этой рупорной камере, предрупорной камере, в этом резонаторе перед сужением входа в гортань. Здесь она усиливается, это высокая певческая форманта, затем она летит через глотку, да, колышет стенки наших резонаторов лица, маски и усиливается здесь. То есть, зная это, мы должны ориентироваться на вибрационные ощущения головных резонаторов. Если у нас есть эти вибрации, этот звон на уровне маски, это значит, что мы, соответственно, создали эту высокую певческую форманту на уровне гортани. Вот, и дают три упражнения, которые помогут именно расшатать ваши резонаторы, почувствовать, как у вас колышется воздух в пустотах резонаторов вашей маски, а именно в основном в носовых впадинах, в морганевых, в решетчатом лабиринте и в лобных пазухах. Все это шатается, даже если туда воздух не попадает, а он туда и не попадает, потому что мы с вами не поем на опущенном мягком небе, мы поем на поднятом мягком небе. Это значит, что поднятое мягкое небо закрывает вход в носоглотку, и весь воздух выходит только изо рта. Только изо рта. А резонирует у нас все это дело за счет, только за счет, не за счет того, что туда воздух попадает, а за счет того, что звук туда попадает. То есть звук расшатывает стенки наших резонаторов. Итак, даю упражнения, которые помогут ощутить эти резонаторы. Первое это нычание и мычание. Что это нам дает? Ну, ну такую делаете, да? Не на уровне зубов, как мы говорим, на Николай, да? А на уровне мягкого неба. Чтобы воздух не выходил. И м делаем тоже. Что это дает? Мы воздуху не даем выйти. Мы всю энергию звука нашего, наших волн звуковых, направляем в область маски нашей. И тогда вы научитесь ощущать эти вибрации. Если у вас вибрации эти есть, значит высокая певческая форманта у вас есть. Если этих вибраций нет, то в большинстве случаев высокую певческую форманту, значит, вы не создаете. Поэтому это упражнение мычание и нычание поможет вам именно сконцентрировать звук в области маски. Сама маска, само резонирование маски не дает слушателю больше громкости вашего голоса. Оно только дает вам ощущение правильное. Сама громкость получается только за счет выхода звука изо рта. Маска же не преувеличивает силу голоса. Маска вам дает ощущение и, так сказать, стимулирует нервное окончание вашего гортанного сфинктера. Благодаря чему у вас правильно смыкаются голосовые связки. Таким образом, чтобы образовалась именно вот эта высокая певческая форманта. Чтобы не было... А чтобы края связочек еще смыкались плотненько. Этот смык краев связок наших, да, сродни фальцету. Это сам этот свист. Потом этот свист идет в нашу предрупорную камеру, которая находится над связками, да, и усиливается. Затем это усиленно высокая певческая форманта уже попадает к вам сюда в резонаторы. И получается замкнутый круг. Благодаря ощущению вами вибрации на уровне маски у вас стимулируется ваш гортанный сфинксер и правильно сужается. Получается сужение входа в гортань. И звук приобретает компрессию. И усиливается снова-таки высокая певческая форманта. Связки начинают смыкаться правильно. То есть не просто абы как, да, а еще плюс своими краями. То есть используется конкретно свистковый регистр, но плюс полное смыкание. И получается на фоне полного смыкания мы не слышим отдельно этот свистковый регистр, да, как некоторые умеют петь именно вот таким просто свист делать связкой. А мы слышим полный звук, но при этом такой стальной. Потому что у нас связки смыкаются правильно. Так что нычание и мычание. Это первое упражнение. Второе. Очень просто все. Мы с вами знаем, что у каждой гласной есть как минимум две форманты, да. То есть две группы абертонов, благодаря которым мы способны отличить одну гласную от другой гласной. Так вот, именно в гласной И есть такая группа абертонов, а именно во рту, которая резонирует, то есть это форманта, да, которая резонирует именно на частоту высокопевческой форманты. То есть 400 Гц. У гласной И в глотке примерно 3000, нет, извиняюсь, я перепутал, запутал вас. У гласной И в глотке 400 Гц в глотке, да. Во рту около 3000 Гц. То есть благодаря тому, что мы говорить же умеем все с детства гласные. И благодаря тому, что чтобы образовать гласную И, да, нам нужно выстроить нашу глотку и наш рот таким образом, чтобы образовались определенные частоты. В глотке 400 Гц, во рту 3000 Гц. А 3000 Гц это и есть группа абертонов высокой певческой форманты, которая входит, которая является зоной повышенной слуховой чувствительности млекопитающих и человека, да. И благодаря тому, что мы умеем говорить И, да, И, как бы мы ее не говорили, даже если глухо, И, И, И. И даже если вы не умеете петь, гласная И заставит вас образовать, образовать именно высокую певческую форманту на уровне голосовых связок. Потому что сам рот, опять же таки, как и наша маска, рот тоже не является источником звука, источником звукообразования. Рот является только резонатором И, И, у нас здесь не рождается звук, звук рождается на уровне голосовых связок. А рот усиливает именно ту группу абертонов, которая входит в состав высокой певческой форманты, то есть 3000 Гц. И просто гласная И вам поможет опять, снова, так же правильно сомкнуть ваши голосовые связки. И вам не надо там идти наверх, да, мучить сразу себя, где-то вверху, да, если вы не умеете петь. Просто возьмите свой удобный диапазон, самый удобный. Допустим, у меня примерно от соль большого октавы и до ре или до ноты ми бемоль малой октавы. И просто... Сняюсь. Побегал вчера. И просто на гласную И любое упражнение заставит вас сомкнуться связки таким образом, чтобы образовалась высокая певческая форманта. Гласная И. И поете, у вас есть такое что-то свистящее. Очень неудобно, да, у вас гортань может немножко поджиматься, если из-за неумения еще добавлять вибрата. Но высокую певческую форманту вы при этом все равно создаете. То, что вы зажимаетесь, это уже ваши проблемы. Это другие ступени обучения, да. Вы будете еще учиться не зажиматься, добавлять вибрато, менять фазы напряжения и расслабления вашей гортани. Это другое. Саму высокую певческую форманту вам гласная И поможет образовать. Вот. И вот поете там И. Сохранили вот это ощущение. И так же это ощущение концентрируйте И на уровне голосовых связок. Запоминайте и уже другую голосу добавляйте и попробуйте, как будто вот вы эту И поете. И А, и А, она тоже получает, сохраняет вот эту группу обертонов, А, звенящую. Это было второе упражнение, которое вам поможет найти высокую певческую форманту. И третий способ ее найти, это просто плотное смыкание голосовых связок. А точнее твердая атака, да. То есть вы не делаете песок такой, пытаясь научиться петь. Пусть даже если вы зажимаетесь, это уже другие проблемы, это ваши личные проблемы. Вы будете учиться разжиматься. Это я сейчас, в данном уроке, я вас не учу петь на опоре, да, и быть выносливыми. Я сейчас вам показываю, как найти высокую певческую форманту. Именно твердая атака или предфорсажное состояние, но не форсаж. Форсаж я никогда не рекомендую и запрещаю. Никогда не позволяйте себе форсаж. Но предфорсажное состояние, которое заставит сомкнуться плотно ваши связки. Да. Заставит именно сомкнуться связки таким образом, чтобы и их края тоже плотненько смыкались. То есть вы просто, благодаря твердой атаке, благодаря этому предфорсажному такому режиму, вы заставите образоваться эту группу обертонов на уровне связок. Потом эта группа обертонов должна выйти и попасть, конечно же, в эту область предрупорной камеры. А это уже все другие проблемы. Если вы эту область не создадите, да, за счет правильного сведения ложных голосовых связок, то она, это певческая формата, не усилится в этой предрупорной камере. И тогда дальше что делать? Тогда она у вас будет слабая. Но на уровне голосовых связок она у вас уже образуется просто за счет этого предфорсажного режима. Не такого... Да, как хоровики поют, чтобы сглазить все тембры. Не так. Но не форсируя. Совсем не надо. Плотное смыкание голосовых связок заставит их замкнуться так, чтобы у вас образовалась именно группа обертонов высокопевческой форманты на уровне голосовых связок. То есть сами голосовые связки создадут и основной звук, и следующие за ним обертоны, и саму высокопевческую форманту. Она у вас уже создастся, независимо от ваших умений петь, независимо от владения вами резонаторами, от умения создать эту предрупорную камеру между истинными и ложными голосовыми связками. Независимо от этого у вас создастся ваша высокопевческая форманта именно на самих связках. И даже если вы не умеете петь, если вы не умеете подавать правильно, как говорят, направлять звук языком, да, чтобы у вас даже маска там звенела или еще что-то, у вас высокопевческая форманта в любом случае уже создастся. Она просто не усилится, но уже вы научились, понимаете. То есть пойте дерзко, нагло. Вот это упражнение, третье, которое я даю, это плотное смыкание голосовых связок. Просто, блин, плотное смыкание. Не мудрить не надо ничего. Не пытаться что-то там на опору в копол попасть, себя выкрутить. Выкрутить что-то... Плотное смыкание, главное не доводить до форсажа, это первое, да, и не ушатывать свой голос, потому что это плотное смыкание, в любом случае, без умения добавлять вибрато в голос, без этого умения, оно ушатает вам голос. Оно вас убьет вам голос. Поэтому очень мало, но позволить себе можно вот это, в этом режиме поработать. Не умеете петь? Ну, спойте. Почти зажато. Просто не идите наверх, где у вас вообще перемкнет, да, и кровь со рта пойдет. А где-то в своем диапазоне. Почти форсаж. Но никакой не форсаж, и очень мало времени этому посвящайте. Это третье упражнение, оно опасно, потому что вы просто можете себя зажать и ушатать, но зато оно провоцирует создать, оно провоцирует ваши истинные голосовые связки, замкнувши именно таким образом, чтобы образовались эти группы обертонов в пределах от 2000 до 3500 Гц. Вот, я вам дал три таких способа, и еще раз повторю, да, что мы имеем. Нычание и мычание. Благодаря закрытому рту. Языком закрываем тогда. Благодаря закрытости, не выхода воздуха, но повышается там давление акустическое, и расшатываются наши резонаторы, да. Благодаря тому расшатыванию мы учимся ориентироваться на вибрационные ощущения. Второе, это глас на И, да, в формате, в ротовой формате, который резонирует именно на группу обертонов частотой в 3000 Гц, а именно в высокоперческой формате. И, пусть, свободно, кто умеет, конечно, лучше, свибрато, И, кто не умеет, свободно, все равно у вас она создаться, ваше высокоперческое формате, потому что вы спровоцируете именно благодаря гласной И, а вы ее говорить умеете все, все умеете говорить, вам не три года. И, даже если вы не умеете смыкать, и, как бы вы ни сделали, и у вас, и ротовая область резонирует именно на эту формату, на 3000 Гц. И третье упражнение, плотное смыкание голосовых связок. Пусть это будет через твердую атаку, или пусть это будет постепенное крещендо, нарастание звука, или дзюминуэндо. Так, крещендо, крещендо. Ай, постепенно можете выходить, а можете сразу, а-а-а, сразу твердая атака, а можно придыхательной даже начать, но вытянно плотно. Ааааа, и даже если вы зажимаете, зажимаете свою гортань, у вас высокоперческого формата образуется. Вот, дал вам три упражнения. Но, знаете, что всему нужна мера. В первую очередь важно здоровье вашего голосового аппарата, здоровье и выносливость. Поэтому не ушатывайте голос такими способами, а только позволяйте себе их выполнять, чтобы найти это ощущение. Все, спасибо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok